Вязать узлы, признается Роман Насонов, может даже с закрытыми глазами, но не все. Восьмерка не всегда поддается. Вроде бы не такой сложный, говорит Роман, но иногда не получается сделать правильный перехлёст. В общей сложности он освоил 32 узла и часто пользуется этим навыком. В туризме оно очень сильно пригодится, потому что на каждом этапе ты должен знать каждый узел. Чтобы где-то нужно дерево-веревку привязать, где-то еще что-то. А в жизни они тоже пригодятся, потому что можно найти любое приспособление. Например, вот порвался у тебя трос, ты не знаешь, как его завязать. А если бы ты знал узлы, ты бы смог завязать трос и вытянуть ту же машину. О том, что вязать узлы – занятие полезное, говорят и девчонки. Ульяна и Света сегодня наступают за девятую школу. Мы справились за минуту 30, за минуту 20, я не помню. За минуту 18 секунд завязали без ошибок. Которые легкие, они легко схватывают. А вот есть некоторые узлы, которые сложные, их надо путь это повторять. Вязание узлов – первый этап городской зимней туриады. На состязание приходят ребята, которые занимаются в туристских клубах. Для них, говорят организаторы, этот этап сложности не вызовет. Учиться вязать узлы они начинают с первых дней, как только приходят на занятия. Здесь все-таки быстрота, ловкость учитывается, знания. Узлов на самом деле очень великое множество. Мы используем только 32, вот список наших. Из них ребята вяжут только 22 узла. Вся туриада включает в себя три этапа. Кроме вязания узлов, командам предстоит проявить себя в спортивном туризме, на лыжных дистанциях, поучаствовать в звездном походе по Новосибирской области. Второй этап стартует 18 февраля на лыжной базе из Китима. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова